Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, у нас продолжается Пурим в Иерусалиме сегодня. Пурим сегодня все только начинается. Ну, у некоторых праздник подходит к концу. Я хочу поздравить женщин. Сегодня Международный женский день. И кто бы ни что не рассказывал, это замечательный праздник. Замечательная половина человечества. И вы знаете, вот многие люди говорят, что... Как вот можно праздновать праздники? В период войн, в период кризиса. Как это можно? Вот на эту тему я хочу короткий сегодня урок рассказать. В одном из так называемых малых трактатов Толмуда рассказывается о том, что... Арабия Киви. В начале своего пути он был только... Только начал учить что-то, получил первичные сведения о Торе. Утром рано вставал, отправлялся в бейт-мэдраж учиться. И однажды посреди дороги он увидел человека мертвого, лежащего рядом с которым никого не было. Ну, то есть... Эта голока определяет, как случай мертвец, похоронить которого заповедь. Ну, нету никого. Арабия Кива, невидя ни своим, подумал, что из уважения к покойнику надо его отнести на кладбище, в поселение. Он принес мертвеца на кладбище, которое находилось недалеко. Ну, как недалеко там. Похоронил его там. И затем он отправился в бейт-мэдраж, и мудрецам сказал, как он сделал. Ему сказали, каждый шаг, который ты сделал, это ты пролил кровь. Он не понял, они объяснили, что в таком случае всегда вообще лучше похоронить человека там, где он умер, не унося его далеко, потому что это место принадлежит покойному. Прошли годы. Арабия Кива стал величайшим мудрецом своего поколения. И вот однажды один из его учеников, ну, и смущенно так упомянул ту галахическую ошибку, которую совершил мудрец в начале своего пути. На что Арабия Кива дал удивительный ответ. Это начало моих заслуг. Я имею в виду, что это был самый важный момент в моей карьере. Именно тот день сделал меня тем, кто я есть. Если бы не та ошибка, он сказал, сомневаясь, был бы я сегодня здесь. И вот это высказано величайшим мудрецом. Самая правильная точка зрения на любые неудачи, на любые проблемы, на любые кризисы, на любые сложности. Чем больше, вот сейчас я скажу так, как это правильно, больше, чем успех, создает успех, ему может способствовать неудачам. Написали, что неудачи, всякие сложности, кризисы создают огромную жажду к их исправлению, к изменению, заставляют нас приложить гораздо больше усилий и быть более бдительными и расторопными. Обычно люди предпочитают рассказывать о чем? О успехах. Успехи там все. А вот, но о неудачах так не очень, да? Так как считают неудачи, успех лежат в двух разных противоположных плоскостях. Но Райби Акива считал обратное. Провал является краеугольным камнем успеха. И без него реальный рост не происходит. Теперь можем попробовать разобраться в причинах, побудивших в этой недельной главе, вы знаете, разбитые скрижали. Но какие причины побудили Маше Робейну разбить скрижали заветом? Он увидел танцы, буйство вокруг Золотого Тельца, и Маше понял, что народу Израиля нужна гола. Вот такая, знаете, другая, более глубокая связь с Богом, основанная не только на получении каких-то там вещей сверху. Эта связь должна быть установлена на основе собственного выбора и искреннего раскаяния. И с тех пор эту дорогу мы все проходим. Сами выбираем и сами раскаяемся. И поэтому Маше бросает скрижали на землю, разбивает их, чтобы создать что-то новое, гораздо более глубокое. Это толкает потом людей совершить раскаяния, приведет к новым духовным высотам. И впервые сыны Израиля должны думать сами о том, каковы их планы. И в ответ, вы знаете, что было свыше. В Талмуде сказано, что первые скрижали, несли только основы Торы. А вместе со вторыми были раскрыты также полноустные Талмуд, Галаха, Гадар. И поэтому, когда человек дает больше от себя, Бог возвращает это с двойной любовью. Я думаю, что в этом заключен важнейший урок для каждого из нас. Для каждого, кто пережил, переживает, или, не дай Бог, будет переживать кризис в своей жизни. Нам не стоит паниковать и бояться быть сломленными. Наоборот. Просто надо подняться и усвоить, что кризис – это только начало нового пути, нового строительства. Есть такая, я чуть глубже копнул. В Танахе написано, ему сказал пророк Хискиягу, день бедствия и наказания, и день хуления – это такое, ибо дошли младенцы до места родов, и нет силы родить. Вот примерно. И в этом ситуации, как Тора называет место рода, марш Берр – кризис. Что это означает? Кризис – это начало новой жизни. Если вы верно смотрите на жизнь, то сможете преодолеть свой кризис, любой человек, и заново все построить. Потому что так устроен мир. Вы не уничтожены, вы наоборот, начинаете правильную, более совершенную жизнь, даже если вам так не кажется. Прохавы от слаха, всего самого лучшего. И пусть все проблемы повернутся только радостью и удачей. Пуримся мэх. Прохавы от слаха.